итак 9 видео из серии сетевой бизнес мифы и правда давайте разберем частые вопросы которые возникают если вдруг я не дам ответ на какой-то частый вопрос да вы мне его задайте в комментарии с огромным удовольствием обязательно дам ответ на этот вопрос если вопрос будет прям супер какой-то да то есть интересное то видео еще даже запишем отдельное на ответ вернее на этот вопрос и так первый вопрос не поздно ли начать все уже этим занимается когда мне задают такой вопрос либо возражение звучит таким образом я всегда задаю встречный вопрос скажите а сколько в вашем окружении людей серьезно делают бизнес компания рефлейм серьезно это создают директорские команды помните да серьезное вознаграждение за создание директорских команд вот сколько лично вашем окружении я уверен что ответа у вас примерно такие у многих окей 0 у кого-то 12 максимум многие люди путают известность и рефлейм и насыщенность это абсолютно разные вещи не путайте известность и рефлейм рефлейм все делает для того чтобы быть известной компанией но до насыщенности нам ой как далеко я уверен что в вашем окружении бухгалтеров юристов продавцов врачей и учителей больше чем тех людей которые серьезно делают бизнес компании рефлейм так что если рассуждать с такой позиции то поздно идти учиться на учителя на врача на продавца на юриста ну и так далее так далее следующий вопрос если все этим буду заниматься кто тогда будет врачом учителем инженером видеооператором продавцом до водителем кто знаете чем хороший бизнес для того чтобы заниматься этим бизнесом вам не надо сразу бросать свою работу или я даже скажу вам больше вы можете вообще не бросать свою работу вы можете успешно удачно совмещать но просто так получается что когда в этом бизнесе ваш доход сравняется с вашей зарплаты или даже станет больше вы сами сможете принимать решение надо ли вам ходить на на вашу наймовую работу но я вот своим партнером даже запрещаю бросать свою работу пока у них в этом бизнесе нет серьезного дохода так что вы можете быть водителем и параллельно создавать этот бизнес вы можете быть учителем врачом и параллельно создавать этот бизнес так что все нормально друзья не обязательно бросать свои работы но вы так получается у многих людей работа не дает хорошую обеспеченность если у меня мало свободного времени, как быть? Или человек, да, возражает, говорит, что у меня нет времени. Но вот тут несколько рекомендаций. Первое, вот всем даю рекомендацию, выдерните розетку телевизора, просто даже не убирайте, а просто розетку выдерните. Знаете, многие что говорят, блин, сразу тишина дома, и что делать, да? У вас сразу освободится время. Либо выключите интернет. Вот выключите интернет. Что у вас произойдет? У вас первый вопрос будет, что делать? Потому что время высвободится. Понимаете, чем дело? Но если быть более серьезным, нам не платят за обмен времени на деньги. Помните, это не про наш вид деятельности. Нам платят за созданный результат. Так что поэтому здесь нужно думать не о том, как много времени выделить этому бизнесу. Здесь нужно думать о том, как использовать грамотно 1-2 часа в день для того, чтобы здесь создать свою ключевую команду бизнес-партнеров. Вот этот бизнес именно я хочу отметить для тех, кто ценит свое время. Следующий вопрос. Я живу в особенном регионе. Как быть? Или там это звучит, да? У нас регион такой, у нас вообще особенные люди в регионе. Знаете, мы много путешествуем не только по миру, но и по России. Вот я живу сейчас в Москве. Это видео мы записываем в городе Чебоксары. Вот в Чебоксарах особенные люди, особенный регион. Потому что здесь бюджетный регион, здесь нет нефтянки. Москва тоже особенный регион, Сочи особенный регион. То есть все регионы считают себя особенными. Но вот скажите, в любом особенном регионе, особенный в кавычках, есть люди с активной жизненной позицией, люди, которые хотят чего-то большего, люди, которые стремятся к большему. Есть такие? Есть. А есть люди, которые ничего не хотят? Тоже есть. То есть понимаете, неважно в каком регионе вы живете, вопрос в другом. Какие мы активные, либо пассивные, да? И каких людей мы будем привлекать в свою команду? У меня уже был неудачный опыт. Мои знакомые пробовали, у них не получилось. Ну вот два вопроса как бы в одном. Либо собственный опыт неудачный, либо у кого-то из знакомых не получилось. Давайте про ваш неудачный опыт, если он у вас вдруг был в компании Reflame, либо в другой сетевой компании, либо в нескольких сетевых компаниях. Вы знаете, если передо мной поставят выбор из двух людей, ну скажут или-или, мне вообще все нужны, конечно, в команду, но если скажут вот или тот, у кого нет опыта, вот вообще никакого, либо тот, у кого есть неудачный опыт, как думаете, кого я выберу? Я выберу того, у кого есть неудачный. Знаете почему? Потому что вы уже знаете, что такое боль поражения, эмоциональные спады. Вот только давайте договоримся, вы не будете повторять свой тот неудачный опыт вместе с нами. Вы знаете, как уже точно делать нельзя. И вы не делать, не будете так делать. А вот как надо делать, мы вас этому научим. Договорились? Если ваши знакомые пробовали, у них не получилось, вопрос тогда, а при чем тут вы? Не получилось ни у вас, а у кого? У них. Это все одно, что сказать, моя знакомая не умеет варить борщ, я тоже не буду пробовать учиться, потому что у меня тоже не получится, потому что моя знакомая не умеет варить борщ. Или все одно, что сказать, мой знакомый садился за руль, два раза разбился, водить не его, я тоже не буду учиться. Ну, я понимаю сейчас ваши улыбки, ну, ерунда какая-то кажется со стороны, согласитесь. Следующий вопрос. Какие есть вложения? Тут имеется в виду профинансовые вложения, так ведь? Смотрите, вот если вы приходите в компанию Reflame просто покупать для себя, то у вас вообще нет никаких вложений. Вы наоборот будете здесь экономить семейный бюджет, потому что будете покупать качественный продукт с экономией для семейного бюджета по оптовой цене. Можете покупать на любую сумму, на 500, на 1000 рублей, на 5000, можете вообще не покупать, да, можете на 3000. Вы решаете, на какую сумму покупать. Если вы приходите сюда создавать бизнес, то есть условия. Есть условия компании Reflame делать личный товарооборот для бизнес-партнеров от 6000 рублей в России. Это условия для бизнес-партнеров, чтобы начислялась премия. Цифра не с потолка взялась. Это средняя покупка средне обеспеченной семьи в России вот на тот ассортимент продукции, который есть в компании Reflame. Если вы сами не покупаете на эту сумму, то это говорит о чем? Вы не средне обеспеченная семья, значит нам с вами надо будет использовать другую стратегию. Какую стратегию? То есть мы будем с вами всех ваших знакомых приглашать в бизнес. Тех, кто откажется, мы им предложим через вас покупать. То есть получается 10 ваших знакомых, которые не захотели здесь делать бизнес, могут просто через вас покупать, например, по 600 рублей. Поняли, да, идея? Таким образом вы будете делать личный товарооборот. Дальше. Другой вопрос бывает. Как быстро можно заработать? Я всегда задаю встречный вопрос. А как быстро хотите? И вопрос, сколько вы хотите заработать? Ну то есть играет роль, какую сумму вы хотите заработать. Согласитесь, 30 тысяч, 100 тысяч, это абсолютно большая разница. А 300 тысяч, это вообще другая цифра. Ну вот, например, если вы хотите как директор зарабатывать, где-то примерно 30-50 тысяч в месяц, если вы хотите этот результат через 3 месяца, то вам надо в день проводить по 5-10 полноценных презентаций. Готовы? Значит, через 3 месяца у вас будет такой результат. Если вы хотите доход 30-50 тысяч через полгода, тогда в день надо делать в среднем от 3 до 5 презентаций. Если вы хотите доход директора через год, то в день нужно делать от 1 до 3 презентаций. Вопрос, как быстро хотите? От кого это зависит? Заметьте, не от государства, не от начальника. Все в твоих руках. Другой вопрос бывает. Я боюсь, я волнуюсь, а вдруг не получится? Вообще скажу так. Это нормальное человеческое состояние, страх, волнение. Скажите, неужели, когда вы шли на первый раз, на первый свой рабочий день, на предприятии, например, вы не волновались? Я уверен, волновались. Попробуйте мне доказать, что вы на первое свидание без волнения шли. Попробуйте мне доказать, что вы что-то делали впервые без волнения. Вы всегда боялись, волновались. Поэтому я вам хочу сказать, бойтесь и волнуйтесь. Это нормальное человеческое состояние. Но будьте уверены, вы здесь одни, никогда не останетесь. Здесь есть мы, есть команда, есть компания Reflame, мы обязательно поддержим. Это 100%. С чего начать сейчас? Вопрос бывает. Я все понял уже, да, я посмотрел все эти видео, с чего начать? Вот с чего начать мы поговорим уже в следующем, завершающем, десятом видео. Субтитры сделал DimaTorzok